Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» – это компания, которая постоянно расширяется. Скоро вот эти новые стеллажи будут битком набиты отличными запчастями с честной гарантией, отличными ценами и быстрой доставкой. Давненько на разборке у нас не было японцев. Итак, встречаем Honda D14A3. Семейство двигателей D-серии состоят из двигателей объемом от 1,2 до 1,7. Выпускались они с 1984-го аж по 2005 год. За это время было выпущено очень много модификаций. Среди них есть простые и заурядные моторы, а также очень бодрый моторчик объемом 1,5 литра мощностью 130 лошадиных сил с трехступенчатой системой VTEC и одним распредвалом. Система VTEC с двумя распредвалами на двигателях D-серии не устанавливалась. Мы будем разбирать двигатель D14A3, который выпускался с 1996 по 2000 год. Специально для Honda Civic европейской шестого поколения. В нашем двигателе нет компрессии в двух цилиндрах. Интересно, что же с ним произошло? У этого двигателя один распредвал, по четыре клапана на цилиндр, гидрокомпенсаторы отсутствуют. ГРМ приводится зубчатым ремнем. Отметим, что данный двигатель левоходный, то есть коленвал здесь крутится против часовой стрелки. Блок алюминиевый с помещенными в него чугунными гильзами и открытая рубашка охлаждения. Двигатели данной серии надежные и неприхотливые. Убить их практически невозможно, если их хотя бы минимально обслуживать. Тем интереснее будет нам состояние цилиндропрошневой группы данного мотора. Бытует мнение, что вместо рук у него поворотные кулаки от BMW 540. Итак, встречаем, Павел. Мы начинаем нашу разборочку. Заслонка в данном двигателе с механическим приводом. Здесь есть датчик положения заслонки, датчик абсолютного давления, а также регулятор холостого хода. Заслонка очень надежная и неприхотливая. Ее стоит прочистить, если двигатель будет работать неровно на холостом ходу. У двигателя D14A3 мощность 75 лошадиных сил. Есть также двигатель D14A4. В нем 90 лошадиных сил. Так вот, отличие в том, что на D14A3 стоит прокладка дроссельной заслонки с меньшим проходным отверстием. То есть двигатель получает воздуха меньше, соответственно, и мощности выдает меньше. Так вот, чтобы добавить 15 сил мотору, достаточно просто заменить прокладку на прокладку от двигателя D14A4. У нас на разборе сегодня ранние версии двигателя D14A3 без датчика положения распредвала. Этот двигатель обходится датчиком скорости вращения распредвала, а также датчиком мертвой точки. Так вот, если при достижении рабочей температуры данный двигатель не заводится, то всему виной может быть коммутатор, который встроен в трамблер. Его можно купить и заменить. Трамблер закреплен на ГБЦ. Часто по вот этому сальнику возникает течь масла. Масло может течь не только по блоку, но и попадать в сам трамблер. Данная проблема решается за 15 минут с заменой вот этого сальника. Также на двигателе установлены высоковольтные провода и надо следить за ними, чтобы не было пробоев. Если есть пробои, то меняем провода либо же свечные наконечники. Чтобы снять данный шкив, нужно зафиксировать два рычага. То есть одним рычагом мы фиксируем сам шкив, а вторым рычагом мы откручиваем вот этот болт. Обратите внимание, что шкив у нас старой конструкции для трех ручейковых ремней. На шкиве есть несколько меток. Вот эта метка для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра, а вот эти метки для выставления зажигания. По отличной японской традиции клапана здесь регулируется очень просто. Достаточно всего лишь ключ на 10, отвертки и щупа. Щупы на данном двигателе нужны 0,2 миллиметра и 0,25 миллиметра. Обычно в регулировке нуждаются выпускные клапаны. То есть из-за износа седел они перестают плотно закрываться. Тем самым они плохо отдают тепло ГБЦ и прогорают. После снятия клапанной крышки мотор нас радует чистотой. Распредвала на данный момент мы не видим, потому что он находится там под кромыслами. Шкиф ремня ГРМ установлен на шпонке. Бывает, что шпонка разбивает свой паз в коленвале, и тогда эта мелкая поломка заставляет задуматься о замене коленвала. Либо же выточить шпонку нужного размера. Ремень здесь надо менять каждые 100 тысяч километров. При обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапана благодаря достаточному объему дна поршня под низкую степень сжатия 9,2 к 1. По состоянию единственного распредвала есть малозаметные потертости, которые на ощупь не ощущаются. Даже без снятия головы было понятно, что этот мотор ест масло. По вот этому масляному налету, нагару в выпускных окнах, верхняя часть камеры сгорания тоже влажная от масла. К сожалению, такое случается при больших пробегах. Алюминиевый блок, открытая рубашка охлаждения, на донышках поршней мы видим свежее масло, но при этом хон хорошо просматривается и никакого намека на выработку. К цилиндрам у нас никаких вопросов нет, но скорее всего они появятся к поршневым кольцам. Обратите внимание, что постель коленвала представляет собой вот такую мощную монолитную конструкцию, укрепляющую весь блок. Для мотора 1999 года состояние вкладышей очень даже ничего. Но вот здесь есть такие потертости. Чем они вызваны? Ну реально сюда что-то попадало, но в поддоне мы этого не нашли. Данные моторы Honda надежные и живучие. Продолжительность их жизни зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Разумеется, овощной мотор 1.4 не провоцирует, но данный мотор может есть масло на угар. Причин этому несколько. Естественное старение цилиндропоршневой группы и выбор неправильного масла, неправильного в смысле выбора неправильной вязкости. При больших пробегах данные двигатели можно переводить на более густое масло. Для устранения масла жора надо заменить все поршневые кольца, но перед этим убедиться в том, что эллипсность и размеры цилиндров в норме. По поршням ничего криминального мы не заметили, но все маслосъемные кольца залегли. Что удивительно, потому что здесь большая пружинка расширитель наборных колец. То есть мотор конкретно пострадал от качества и интервалов замены масла. Шатунные вкладыши изношены, но для 20-летнего мотора такой износ абсолютно нормален. И также стоит отметить, что здесь есть форсунки для орошения поршней. Ну а по коленвалу у нас визуально никаких вопросов нет. Разборка закончена и сегодня мы разобрали олдскульный надежный Honda двигатель. Подпишитесь обязательно на наш канал, потому что дальше будут более новые моторы Honda. Также заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».